Здравствуйте! Вы смотрите программу Реальные Кадры. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в гостях семьи Кивачинских. Тыква – самый любимый ингредиент всех блюд этой замечательной семьи. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, Мария! Хотелось бы с вами познакомиться поближе. И прежде чем мы приступим, наверное, к основной части нашей программы, как-то получилось, что тыква практически стала символом вашей семьи. Это правда. Дело в том, что у каждой хозяйки знакома ситуация, когда в холодильнике лежит вот такая красавица, выросшая на огороде, от которой отрезаны тоненькие ломы для кашки, тоненькие ломы для супчика, и тоненькие, ну, запечься с сухофруктами, и все. И что с ней делать дальше, совершенно непонятно. И вот, когда у меня в холодильнике лежала такая большая тыква, совершенно неизвестно, что с ней было делать, мужу, который в то время занимался издательской деятельностью, принесли рукопись на издание с рецептами. И мне попросили от редакции продегустировать, попробовать их в деле, протестировать, вообще они жизнеспособные, эти рецепты, или нельзя их пропускать в свет. Среди прочего, там были цукаты с тыквой. Я говорю, отлично, цукаты, тыква в холодильнике, все срастется. Цукаты получились на удивление удачными редакциям, понравилась книжка, увидела свет. Потом мы делали цукаты на презентацию книги, потом на Новый год, потом на кооперативные подарки. Потом редакции сказали, мы наелись цукатов, а можно что-нибудь еще из тыквы. Но подумали-подумали, решили, ну пусть это будет варенье. Варенье понравилось, когда наелись и варенье, попросили, а можно еще какое-нибудь варенье. Так в нас после рта варенье размножились, и в какой-то момент уже стало понятно, что пора открывать свое дело. Так появилась наша кума-тыква. В общем-то, даже название придумать не приходилось. Тыква, понятно, что она основа всех-всех наших продуктов. А кума – это инициалы нашей семьи. Кивачевский, семья Кивачевских, Мария Алексеевна, это и я. Вот так получилась кума. Все просто. Мария, ну получается, это прям судьба. Тыква сама к вам, по сути, пришла, и вот все связалось воедино, и получился такой семейный бизнес, семейное дело. Теперь вы вдвоем все это ведете. Совершенно верно. У нас миссия нашего семейного проекта – продвигать идею тыквы и тыквенных продуктов в мире. Потому что она настолько полезна. Вот, кстати, чем полезна тыква и в чем ее уникальность? Потому что я знаю очень много людей, которые, вот они ходят в супермаркете, смотрят вокруг да около, но понимают, что вот это такой объемный овощ, этот объемный, да, как его, что с ним делать? Вот это самый главный вопрос. Ну, вроде да, ну там слышали, что-то там готовится, но, наверное, она вкусная, полезная. Ну, как-то вот всех останавливает вот этот большой размер этого овоща, и как его применить? Как раз иллюзия, что раз большой, значит, надо сразу приготовить, и иначе пропадет. Тыква уникальная, уникальный действительно продукт. Она лежит самостоятельно, больше полугода, не требуя никаких особых условий хранения. То есть наверняка вы знаете, что сейчас за окно весна, а тыква все еще лежит и вполне себе пригодна к употреблению. Она хранится сама, она растет сама, не требует никакого особого полива, ухода, удаврения и так далее. То есть она такая вещь в себе. И при этом количество полезных веществ, витаминов, которые у нее заключены, просто бесконечный список. И потом она настолько яркая, оранжевая, вот такой вот жизнерадостный цвет, что невозможно мимо нее пройти. Ее можно есть сырое, можно парить, можно жарить на гриле, можно запекать, можно варить, все, все что угодно. У вас двое дочерей, вот какое лакомство из тыквы любят они и что вы готовите им? Чаще всего на завтрак или в выходные дни. Чем балуете? Во-первых, когда мы готовим, экспериментируем новые рецепты из тыквы, конечно, это происходит здесь, на этой кухне, не на производстве. Младшая дочь успевает, хотите у меня кусочки сырой тыквы, просто так вот, как морковку, как капусту, так же и тыкву. А из готового блюда они очень любят пастилу из тыквы и цукаты, тыквенные цукаты. Варенье они не любят ни в каком виде, кроме клубичных, поэтому мы в этом не виноваты. Тыквенное варенье, ничем не провинилось, просто они не едят варенье в целом. Тыквенные булочки, тыквенный хлеб, тыквенные семечки, то есть все, что мы делаем, они очень любят. А как сочетается тыква с другими продуктами, с другими добавками? Вот вы сказали о том, что огромное количество вам удалось создать рецептов варенья, разнообразные. Вот с чем сочетается тыква? Тыква, вот не зря мы назвали ее кума, потому что она как добрая кума, которая каждому найдет свое слово, свой подход. Она с каждым продуктом, который к тыкве прикладывается, находит какой-то общий язык и общий вкус создается. Например, тыква с клюквой рождает вместе вкус вишни. Вот удивительно, правда. Тыква с мятой или с базиликом приобретает что-то летнее, какое-то звучание, такого свежего, свежего вкуса. Тыква с имбирем очень согревающая, очень такая прям восстанавливающая их жизнь, особенно те, кто болеет. Тыква с облепихой, со сморозиной, эти ягоды сами по себе очень яркие. И тыква смягчает, делает этот вкус более нежным. И поэтому мы так и любим тыкву. У нас сегодня, наверное, не случайно, да, на столе лежит тыква, базилик, тыквенные семечки, лимон, сахар. Мария, признавайтесь, что мы будем делать? Поскольку кума тыква – это основное варенье, 10 сортов, то мы с вами сварим еще один сорт, которого пока нет в нашем. То есть мы сегодня новаторы? Да, новый сорт варенье. Мария, я готова к созданию нового сорта варенья. Что мы делаем? Историческое событие. Мы берем тыкву, вот такого сладкого сорта, она очень плотная, хорошо перенесла зиму. Ее нужно очистить от кожуры и порезать для того, чтобы потом перемолоть мясорубки. Я предлагаю вам ее порезать, а я еще остальное. Мария, нарезать как крупными кубиками, мелкими кубиками? Брусочками, чтобы они поместились в жарную мясорубку. То есть потом мы будем это перемалывать? Перемалывать. Кто-то любит врезать варенье кусочками, кто-то оставлять цельными. Я предпочитаю более однородные сорта варенья, их приятные намазать на кусок хлеба. Ну то есть мы все-таки говорили уже о том, что создаем джем. И джемы прижились лучше всего. Но джемы – это такая тонкая граница между понятием варенье, джем, конфитюр, мармелад. Они все, в общем-то, в одно и то же, сладкие фрукты. Как-то подвергнуть термообработке. Джемы предполагают наличие какого-нибудь загустителя. Пектина, агар-агара, мармелад, желатина. Варенье – это вот самое распространенное понятие. Или кусочками, или перемолотая. А вы что-то добавляете в свои варенья? Мы добавляем только то, что сейчас лежит на столе. Из консервантов, из загустителей у нас есть сахар и лимон. Это два натуральных загустителя консерванта, которых предостаточно для того, чтобы сохранить варенье в целости и сохранности. Никаких искусственных добавок мы не добавляем. Природа настолько щедро делится с нами своими дарами, что нет смысла… То есть получается, что лимон и сахар сохраняют? Лимон и сахар насервируют и сохраняют. Мария, у нас еще на столе присутствует базилик. Мы его тоже будем добавлять? Или он какую функцию сегодня будет играть? Да, это тот самый секретный градиент, который создаст новый сорт тыквы. Потому что во всех наших сортах есть тыква, лимон и сахар. И дополнительно к этим трех градиентам добавляется еще один. В данном случае базилик. Признаете, честно, давно задумали этот рецепт? Давно. Благодаря вам, наконец, могло его осуществить. Так что мы посылаем присутствуем при строительской совете. Лимон тоже нужно очистить от желтой кожуры, чтобы она не горчила. Кто любит поострее, может оставить желтую часть и использовать вместе с ней. Мы с вами сделаем мягкий вкус. Мария, я порезала тыкву. Этого достаточно? Да, этого достаточно. Здесь полкилограмма. Нам для маленькой партии экспериментального нового варенья вполне достаточно. Итак, мы берем полкилограмма мелко нарезанной тыквы. Что еще? 100 грамм лимона. Предварительно очищенного, да? От шкурки и семян. От шкурки и семян. То есть нельзя их оставлять внутри? Косточки нет. Если они сварятся вместе с вареньем, они бы дадут горький привкус все-таки. Если мы хотим избежать этого, то семечки лучше. Нам нужен сахар 300 грамм на это количество. Мы не любим переслащивать наше варенье, потому что это вкус сахара, а не вкус продукта. И 20 грамм базилика. И что мы со всей этой массой делаем? Теперь мы перемелим тыкву с лимоном через мясорубку. А про базилик расскажу позднее отдельно. И сахар мы не добавляем? То есть мы только овощ и фрук. Мы перемелим тыкву и лимон и добавим к ним сахар. Мы перемололи тыкву и лимон, ставим на огонь, добавляем к ним сахар и кипятим. И все перемешиваем, да? Все перемешиваем. Сразу включаем огонь, потому что тык очень быстро отдаст сок. И мы выбрали кастрюм с широким дном, чтобы это произошло как можно быстрее. И варенье приготовилось быстрее, чтобы не надо было долго шло. Мария, ну пока базилик мы не добавляем, да? Базилик, поскольку он очень тонкий аромат и очень быстро улетучивается, мы добавим в самом конце варки, чтобы он успел покипятиться. И сразу выключим варенье. Ну и никакой воды, ничего больше мы не добавляем. Ни в коем случае. То есть напоминаем, полкилограмма тыквы, один лимон, 100 грамм лимона. Да, один для среднего лимона. Очищенного и все косточки мы вынули из лимона. И примерно... Грамм 15-20 базилика, но это на усмотрение хозяйки. Хочется вкусняшить. Сахаром мы положили 300 грамм, можно больше, можно меньше, даже на вкус. Посмотрите, насколько сочная тыква, никакой воды добавляем не надо. Мне кажется, меньше минуты прошло, а уже, в принципе, даже практически сахар растаял. И мы не добавляли ни капли воды. Сколько примерно она должна стоять на огне? И на каком огне вы готовите? После закипания тыкве достаточно провариться 40 минут до готовности, чтобы она стала мягкой. Она не развалится, потому что мы добавили лимон сразу в начале варки, он ее схватит и не даст развалиться в пюре. Что часто случается, если готовить просто тыкву с сахаром. Лимон волшебник в нашем случае. Он не даст ей развалиться. И консервирует, и сохраняет... Тыкву кусочками. Совершенно верно. Форму тыквы. Поэтому никаких секретов нет, это просто порядок добавления ингредиентов. Вот в нашем случае это происходит именно так. Для того, чтобы тыква стала гуще, и в воде нужно выпариться. Но в данном случае не в воде, а соку тыквенному. Поэтому оно может постоять на огне около часа. И в конце мы добавим базилик. То есть, в принципе, часа достаточно, чтобы приготовить варенье с тыквой. Совершенно верно. Ну что, готовим. Продолжаем готовить тыкву вместе с вами. Мария, как там наше варенье? Готово ли оно уже? Наше варенье практически готово. Вот оно загустело. Пора добавлять базилик? Пора добавлять базилик. Мы измельчили его в блендере, чтобы он отдал максимальный свой вкус. Посмотрите, какая красота получается. И дадим ему прокипеть минутки-две, чтобы он подружился с тыквой и родился новый, удивительный аромат. Очень ароматно. Жарь камера не передает. Пахнет сочетание базилика и тыквы. Оно прям действительно какое-то уникальное. Я думаю, что вам нужно попробовать приготовить для своей семьи варенье из тыквы с базиликом. Мы, конечно, его еще продегустируем, но пахнет она просто божественно. Спасибо. Мне кажется, это была отличная идея соединить тыкву и базилик. Сколько всего сортов у вас в варенье? Вот на сегодняшний день. Из чего вы его делаете? Ну, помимо тыквы, безусловно. На сегодняшний день в нашем ассортименте 9 сортов тыквенного варенья и одно не тыквенное. Из тыквенных сортов у нас хит сезона всегда и повсеместно. Это имбирная тыква, потому что имбирит иммунитет, она согревает, обжигает. Этот сорт можно использовать даже в качестве соуса к мясу, что многие, кстати, делают, особенно мужчины. Пряная тыква, мятная тыква, цитрусовая, плюквенная, смородиновая, влепиховая. И даже в этой зиму мы выпускали особенный сорт рождественская тыква. Она была с добавлением мандарина, апельсина, лимона и межведовых ягод. Вот этот аромат елки и мандаринов, ощущение Рождества и праздника нам удалось передать по количеству заказов, которые мы получили именно на рождественскую тыкву. Но я говорила еще о одном сорте, который не тыквенный. Это яблоко и лимон. Потому что до сих пор встречаются люди, которые не любят тыкву. К большому нашему сожалению, но мы готовы идти на встречу и предлагаем не тыквенное варенье. Яблоко и лимон пока нас ни разу не подводили. Не любите ли варенье? Учитываете вкусы всех? Конечно. Мы заинтересованы, чтобы каждый покупатель ушел к нас, найдя что-нибудь свое. Ну что, а тем временем наше варенье практически готово. Готово. Давайте пробовать. Отлично. Оставайтесь с нами, узнайте, получилось ли у нас сегодня тыквенное варенье с добавлением базилика. Мария, ну что, наше варенье готово. У нас вообще получился настоящий постный стол. И очень вкусный, очень красивый. Что у нас тут помимо нашего варенья тыквенного с базиликом находится? Самое яркое, пожалуй, после варенья тыквенное блюдо, трудно назвать это блюдом, это тыквенные лепестки, мы их называем. Это сушеные тонкие ломтики тыквы, без сахара, без соли, без масла, без ничего, ни добавок. Тыквы, ничего кроме тыквы. Ну это получаются такие прям настоящие тыквенные чипсы. Да. И как их можно употреблять? Их можно есть просто так, как перекус, когда очень хочется что-нибудь поесть, да, ведь это еще далеко. Их можно использовать в выпечку, их можно использовать в каше, если нет вот этой красавицы в холодильнике, откуда можно ответ сдавать. Но мы с ней завариваем чай, посмотрите, что получается. Такая красота. То есть здесь у нас лепестки тыквы. Тыквы, совершенно верно. Они отдают свой тыквенный вкус чаю. И сейчас посмотрите, попробуйте, что получается. Маша, долго делать чипсы из тыквы? И при какой температуре они готовятся? Как вы их делаете? Тыквенные чипсы делать элементарно. Нужно нарезать очищенную тыкву на тонкие ломтики. Можно это сделать ножом, можно на терке. Главное, чтобы были ломтики. И вы сушите в духовке на температуре 70 градусов. Сколько примерно во времени? Достаточно 8 часов. Можно оставить на ночь, приоткрыть дверцу духовки. И все, и на утро у вас будет такая вкусная зима. Как хранятся эти чипсы? Сколько они могут в доме храниться? Как их правильно хранить? В сухом, прохладном месте, чтобы не было влаги. Иначе они наберут влаги с атмосферы. И перестанут быть такими хрусткими и ломкими, которыми, наверное, сегодня есть. Ну что, давайте пробовать тыквенный чай. Ну, практически. Тыквенный чай с тыквенным вареньем, с тыквенным лепестками, с тыквенной пастилой. Это та самая пастила, о которой я говорила, о которой очень любят мои дети. К счастью, удалось сохранить некоторое количество. Вот она, штывенный стол. Да. Можно, ну, я пробую. Начинать с чая. Хорошо. Приятного аппетита. Спасибо за это. Очень необычный чай. Интересный. Правда. Тыквенный. С легким ароматом тыквы. Ну что, теперь наш новый сорт варенья. Тыквенное варенье с базиликом. Ммм. Это очень вкусно. Ребята, попробуйте приготовить. Тыква, сахар, лимон и базилик. Потрясающе. Сколько может храниться такое варенье? То есть, дополнительно надо его как-то консервировать или все-таки нет? Каждая хозяйка знает, что если она в августе законсервировала что-то варенье и так далее, и не съела за год, и в следующем августе обнаруживает, ой, у меня есть еще банка варенья, оно так же себя хорошо ведет, как и в прошлом году. Варенье хранится два года. И с этими натуральными консервантами, сахаром и лимоном, оно хранится два года. Оно съедается гораздо быстрее. Если от банка открыт, то, конечно, стоит ее хранить в холодильнике. А так она спокойно хранится, не требуя никаких особенных условий. Мария, спасибо вам огромное за этот мир тыквы, который вы подарили сегодня мне, в первую очередь. Я думаю, что всем нашим телезрителям на самом деле из этого уникального овоща можно приготовить огромное количество не только сладостей. Спасибо вам за встречу. Рады радовать обращать тыквы. Продолжим в наших следующих выпусках радовать наших телезрителей новинками, новыми рецептами. С привлеклой удовольствием. Спасибо, Маша, вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. И попробуйте сделать тыквенное варенье с базиликом. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин